При поддержке лидера партии социалистов Республики Молдова Игоря Дадона. Эксклюзивное интервью председателя партии «Справедливая Россия» депутата Государственной Думы Российской Федерации Сергея Миронова. Сергей Михайлович, приветствую вас. Спасибо, что нашли время для этого телеинтервью. Последний раз мы с вами встречались четыре года назад, в июне 2010 года. За это время многое чего произошло, много чего изменилось и в России, и в Молдове, и в Европе, и в мире в частности. Уверен, что нам есть о чем поговорить. Уверен, что диалог с Сергеем Мироновым, председателем политической партии «Справедливая Россия», депутатом Государственной Думы и экс-спикером Совета Федерации Российской Федерации будет и эксклюзивным, и интересным, и, думаю, что искренним. Тем более, что не секрет, уже не секрет, что 28 сентября вы будете в Кишиневе по приглашению одного известного молодого и амбициозного молдовского политика. Здравствуйте, да, это так. Я недавно встречался с Игорем Николаевичем Дадоном и с его соратницей Георгией Петровной. Генчаны и я приедут 28 сентября на съезд социалистической партии Молдовы. Они, это партия членов социнтерна, наша партия «Справедливая Россия», членов социнтерна 2008 года. У нас с весны этого года подписано соглашение о сотрудничестве между нашими партиями. Я с большим удовольствием принял приглашение и с большим удовольствием в очередной раз буду в вашем замечательном и красивом городе Кишиневе. Сергей Михайлович, позвольте начать наш диалог с очень любопытного факта. Не секрет, что и в Москве, да и у нас в Кишиневе российские чиновники и политики вашего уровня ассоциируются с чем-то предельно чопорным и консервативным. Вы предложили очень обычную формулу нашего диалога, стоя за вашей любимой конторкой. Знаете, повеяло Днепром, повеяло Гоголем, если мне не изменяет память, легендарный Николай Васильевич любил писать и думать именно в такой позе. На самом деле сюда можно еще добавить и Александра Сергеевича Пушкина, и Достоевского, и даже Чехова. Дело в том, что в 19 веке вообще многие считали и необходимым, и возможным писать, а самое главное творить стоя. Я вас уверяю, что то, что я работаю за конторкой, связано не только с тем, чтобы все-таки как-то ноги загружались и спина не уставала, потому что после того, как я 18 лет проработал в геологии и перешел на сидячий вопрос жизни, я понял, что это ужас-ужас. И я уже где-то лет 20 работаю только за конторкой. У меня конторка дома, конторка на даче, конторка на работе. Но самое главное достоинство, и предлагаю всем желающим проверить, может из-за того, что когда ты стоишь, голова поближе туда, но думается замечательно. Если вы хотите сочинить какой-то текст, вам нужно написать какой-то документ, законопроект, встаньте и увидите, насколько лучше это делается. Скажу честно, сначала довольно долго не мог привыкнуть читать стоя, но потом вспомнил, что когда я был юным студентом в Ленинграде, в метро я всегда читал стоя. Поэтому конторка, это очень удобно и эффективно. Тогда удовлетворите ради бога и журналистский обывательский интерес. В кабинете Сергея Михайловича Миронова, депутата Государственной думы и председателя партии «Справедливая Россия» есть некий волшебный телефон, по которому можно поднять трубку и сказать «Владимир Владимирович Путин, я Сергей Миронов». Да, конечно. Вот тот, если смотреть, центральный телефон, это центральный телефон, где, как раньше было, помните, девушка с вольной, там есть спецкоммутатор. На проводе президента. Да, нет, там спецкоммутатор, там всегда очень приятные женские голоса отвечают. Женский? Да, женский голос, традиционно. И можно заказать разговор с президентом, с председателем правительства, с любым министром, и она соединит. Ну что ж, спасибо за хорошее вступление и неожиданное вступление. Позвольте тогда перейти к более чем серьезным темам. Санкции Запада в отношении Российской Федерации. Вам не кажется, что и Вашингтон, и Брюссель, и Лондон, и Париж, и Берлин в очередной раз глупили и просчитались, объявив России очередную холодную экономическо-финансовую войну? У меня сложилось впечатление, что они целый ушат бальзама бодрости вылили тем самым на души ваших государственников, державников, патриотов, представителей военно-промышленного комплекса, военных. Что делать в такой непростой ситуации вашим российским так называемым западникам? Как убедить россиян им поверить, их послушать и пойти за ними после того, что Запад попытался опустить Россию ниже ватролинии? Ну, начнем с того, что, и это очень хорошо видно, никто за так называемыми западниками, у нас их называют либералами, уже не идет. И они абсолютно в меньшинстве, у них очень много крика, очень много шума. Главное их, похоже, делогема, чем хуже России, тем лучше якобы абстрактно для демократии. Совершенно очевидно, что это пятая колонна, они враги нашей страны, но они не пользуются никаким авторитетом и никаким влиянием среди избирателей России. Ну, а с точки зрения санкций, вы правы, сейчас самое популярное пословие с санкциями «не было бы счастья, да несчастье помогло», потому что наша российская экономика давным-давно требовала перестройки, изменения структуры, потому что у нас до сих пор в основном добывающая экономика, мы добываем углеводороды, другие полезные ископаемые, а потом все это продаем в зависимости от конъюнктуры рынка, либо очень хорошо продаем, либо похуже продаем. И у нас очень мало товаров, которые мы можем продавать и которые сделаны на территории России с большой добавленной стоимостью. Особенно в той части добавленной стоимости, которая привносится интеллектом. То есть это высокие технологии, это интеллектуальный продукт. Вот здесь у нас очень низкая доля в нашем экспорте, а очень большая доля углеводородов. И сегодня, когда нас заставляют ориентироваться только на свои возможности, на свои силы, когда нас ограничивают в кредитных ресурсах, мы понимаем, что нужно рассчитывать только на себя, нужно впредь не зависеть от комплектующих, не зависеть от тех технологий, которых у нас сегодня нет, нужно добиваться, чтобы все было свое. Это не значит, что Россия собирается сама себя изолировать. Нас пытаются изолировать, но шестую экономику мира изолировать от общей мировых процессов, глобальных процессов невозможно. И в начале вашего опроса вы справедливо сказали, что, похоже, они сами себя наказывают и совершают одну глупость за другой. Нас санкциями не запугать. Мы прекрасно понимаем, что бы Россия ни делала. Сейчас говорят, что Россия, вроде бы, похоже, начала себя вести получше, имея в виду ситуацию в Новороссии. Возможно, мы когда-нибудь в ближайшем будущем будем рассматривать либо частичную отмену санкций, либо полную. Нас это не должно волновать, потому что санкции всегда обоюда острое оружие. Мы отдаем себе отчет, и у нас нет шапка закидательских настроений, что, а, санкции, ерунда. Мы сталкиваемся с трудностями. Но это не те трудности, которые Россия не могла бы преодолеть во имя собственной, а, национальной безопасности, б, территориальной целостности, в, суверенитет. Тогда позвольте, главер Д, пословица за пословицей. Есть старая, добрая русская пословица, нет худа без добра. И ваш президент, и ваш премьер, и ваше правительство, и великолепные российские экономисты-политологи признают, что Россия давно потела, к сожалению, и давно бы ей пора сползти с нефтяной и газовой иглы. Насколько эти санкции помогут вам сделать, вам, россиянам, и вашим властям сделать то, чего давно с успехом сделали и в Америке, и во многих процветающих европейских государствах, и делуя в том же Китае. Выйти из-под опеки или влияния олигархов и их мегакомпаний и возбудить, поднять к жизни российский средний бизнес и мелких предпринимателей, в том числе и фермеров. Ну, наверное, здесь можно вспомнить еще одну пословицу, русскую, славянскую, бог троицу любят. Кризис 98-го года намекнул России, что либеральный путь развития, торговля углеводородами – это не лучший путь, но пронесло. Кризис 2008-го года уже просто в набат бил о том, что необходимо менять структуру и экономику, не сделали выводов. И вот, наконец, санкции, которые действительно, похоже, вольно или невольно заставляют нас меняться. Заставляют заниматься своим сельским хозяйством с учетом ответных санкций по продовольствию на Европу. Заставляют заниматься воссозданием, или я даже недавно на госсовете сказал, фактически новой индустриализации нашей страны, потому что нам нужны новые заводы, новые фабрики, в том числе, кстати, это новые рабочие места, в том числе это увеличение налогооблагаемой базы. И самое главное, у нас для этого есть все экономические, интеллектуальные, кадровые ресурсы. Такое ощущение, что действительно не было только самого главного политической воли. Сегодня эта воля проявлена, прежде всего, нашим президентом, который требует от правительства исполнения этой воли, исполнения запроса общества, запроса в целом страны. Здесь объективности ради нужно сказать. И я являюсь председателем оппозиционной партии, социалистической партии «Справедливая Россия». Должен сказать, что нынешние либералы в правительстве Российской Федерации не очень торопятся и не очень готовы идти по пути государственных решений, все больше и больше контроля государства за многими, в том числе, рыночными механизмами. Наша партия, отвлекусь и замечу, не отвергает рыночную экономику, но мы против рыночного общества, когда мерилом всего являются деньги. Мерилом всего, по нашему мнению, должно являться социальное самочувствие гражданина Российской Федерации, его социальная защищенность, его уверенность в завтрашнем дне. Иными словами, главная задача государства сделать так, чтобы каждый человек ощущал себя гражданином великой страны в 21 веке, что он, а, защищен в случае любых жизненных проблем, б, он имеет гарантированное, хорошо оплачиваемое рабочее место, его детям обеспечено бесплатное образование, ему и всем остальным бесплатное здравоохранение. Критикую правительство, мы поступаем всегда очень прагматически, критикуя, предлагая. И мы предлагаем, в том числе на недавнем Госсовете, я вносил конкретное предложение, что нам необходимо делать для перестройки нашей промышленности, как нам нужно использовать нынешние механизмы ВТО Всемирной торговой организации, заступление, в которое мы не голосовали, мы были категорическими противниками, но хоть скоро мы уже там, мы даже не используем те механизмы, которые есть. Например, мы имеем право в соответствии с правилом ВТО ввести высокие возные пошлины на авиатехнику, на автомобили, для того, чтобы дать шанс развиваться нашему авиационному и самолетовостроению, нашим машинам. Мы пока этого не делали, но, судя по всему, скоро начнем это делать. Вот я вас послушал и вспомнил одно блестящее выражение, кажется, она принадлежала Ницше, «все, что меня не убивает, делает меня сильнее». А вот вы, Сергей Миронов, вы уверены, что и ваши государственные лидеры, и ваши соотечественники созрели уже для того, чтобы запустить в России новую экономическую политику? Я отвечу очень просто. Жизнь заставляет это делать. Если кто-то не готов или не умеет, а уж тем более не хочет делать то, что требует сама жизнь, или, как говорят, вверения времени, тому нужно уйти. Наш президент, настоящий национальный лидер, очень четко это артикулирует, очень четко дает вот такой посыл всем. И сегодня, собственно говоря, некий момент истины. Если кто-то готов, а если ты готов, ты делаешь, и мы знаем тоже известную поговорку или присказку, кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет причины. Причин у нас всегда будет миллион. И в этой связи сегодня очень четко проявляется и деятельность министров, деятельность политиков, деятельность политических партий, деятельность всех тех, кто принимает те или иные государственные решения. И мы, наша партия, полностью поддерживая президента, критикуя и справедливо критикую правительство в целом и отдельных министров, как раз призываем к переменам, в том числе к кадровым, в том числе к переменам, которые позволят действительно встать на ноги и нашему сельскому хозяйству, и нашей тяжелой промышленности, нашей легкой промышленности. Иными словами, сегодня огромный запрос на конкретные действия, на волю политическую, которую необходимо применять. И я еще раз повторю, эту волю очень четко проявляет наш президент. А дальше, вот как бы, такое звено, которое явно проседает. Да, потому что... Это средний уровень чиновников. Это даже и высший уровень чиновничества, потому что президент все решения экономические может провести только через правительство. А если в правительстве есть некие, скажем, министры, которые все еще с упорством, достойно лучшего применения, говорят о том, что нет, его величество рынок все растает по своим местам, здесь умеется напомнить, что за 23 года, новейшая история России, его величество рынок хорошо пошарили в карманах у наших граждан, а кое-кого пошарили в головах, потому что оставили только эти тупые либеральные идеи, абсолютно забрав то, что называется здравым смыслом. Сергей Михайлович, пользуясь случаем, не могу не затронуть эту тему, очень громкую тему, которая была актуальна последние месяцы. Я о прошедшем референдуме в Шотландии. Прошедший в этом государстве референдум 18 сентября текущего года лишний раз показал и доказал, что со времен Древнего Рима ничего принципиально нового в мире не произошло и не изменилось. Помните, как у древних римлян, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Юпитера в данной ситуации выступает Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж, Берлин. А быками уже не обессудьте. Все мы, и вы граждане России, мы граждане Молдовы, и все те, кто родился во времена Советского Союза. Дайте отдельный совет. Вот есть точка зрения англосаксов. Мы это можем, вы на это не имеете права. А вот как большинству нашим родным отечественным госчиновниками-политикам избавятся от очень дурацкого комплекса неполноценности, раболепия перед Западом и постоянного желания дискутировать с Вашингтоном и Брюсселем в стиле «Чего изволите, барин?» Вы знаете, иногда это вызывает или раздражение, или иногда это доходит до очень абсурдных ситуаций. Отталкиваясь от Ваших очень интересных аллегорий, хочу сразу напомнить, не впадая, боже упаси, в агрессивную риторику, но вообще-то бык с рогами. Поэтому на месте так называемого Юпитера я бы очень постерегся дразнить этого быка. Это первое. А теперь самое главное. Двойные стандарты, которые цинично демонстрируют нам, прежде всего, Америка и Евросоюз, они их самих заводят в тупик. Мы сейчас немножко отвлечемся. Давайте посмотрим на проблему, которая сегодня именуется так называемым исламским государством Ирак и Леванта. Да, большая проблема. Как я уже публично говорил, похоже, что в американском амбаре грабли никогда не кончатся. Они снова и снова наступают на них, потому что сегодня они в очередной раз хотят подготовить пять тысяч боевиков, которые сегодня воюют против режима в Дамаске. Но они не помнят историю, что эти пять тысяч штыков, если не полностью, то большая часть рано или поздно повернется против Америки. Сегодня мы видим их попытку абсолютно цинично решать, какому государству жить, а какому не жить, какое государство якобы демократическое, а какое нет. Кстати, все-таки они никогда не были романтиками, они очень прагматичны. Это жесткие ребята. И когда господин Порошенко приехал к ним, называя вещи своими именами, с протянутой рукой, они эту руку не заметили. Они аплодировали ему, они очень горячо его встречали, но он ничего там не получил, потому что Америка видит, что не в коня корм, как опять же у нас на Руси говорят, и видит, что там явно несостоявшееся государство. Поэтому эти двойные стандарты, которые демонстрируют нам западный мир, сегодня с ними самими играют злую шутку. Но наша позиция в данном случае очень простая. Вы упомянули референдум в Шотландии. У нас есть хорошая шутка, что если бы, не дай бог, в Шотландии бы все-таки большинство в Шотландии проголосовало бы за независимость, тут же были бы введены новые санкции против России, потому что, и, конечно, Россия в этом виновата. Потому что Россия виновата во всем. Здесь тоже не надо иллюзий по поводу того, что я уже об этом говорил, что якобы кто-то мониторит, наблюдает, как себя ведет Россия, и когда-то может быть смещение. Никакого смещения не будет. Идет борьба либо за однополярный мир, и здесь Штаты другого сценария не видят, хотя сама жизнь опять же все время показывает, что мир по определению многополярин. И, например, ту же проблему терроризма, ту же проблему исламских боевиков из так называемого исламского государства не решить без подключения России. И уже сегодня мы слышим предложение, Штаты уже не исключают, что они вынуждены будут проезжать по помощи. но это совершенно очевидно. Поэтому, возвращаясь к этим двойным стандартам и принципу, что позволено Юпитеру, не позволено БКУ, всегда позволено то, что отвечает национальным интересам любого государства, любой страны. И мы, если в 90-х годах мы, к сожалению, все сдавали, после прихода к власти Владимира Путина в качестве президента, мы четко начали артикулировать свои национальные интересы, мы четко заявляем о своих позициях, чужой земли нам никогда не надо, но своего мы не отдадим, и свои интересы мы будем защищать разумными, законными и только мирными путями и способами, что мы и делаем. К слову, учитывая, что вы сказали, насколько российская политика и российская дипломатия заинтересованы в продолжении парада суверенитета в Европе? Представящие референдумы в Каталонии, возможный референдум в испанской стране Басков, возможный референдум на французской Корсике, возможное расчленение Бельгии на два государства. Ведь со времен небезызвестного Никиты Сергеевича Хрущева Кузькину мать в большой геополитической игре еще никто не отменял. И предполагаю, догадываюсь, что очень серьезным политикам и в Кремле, и в Российском Белом Доме, и в Госдуме Совета Федерации ох, как хочется щелкнуть по носу бюрократов из Брюсселя, из Вашингтона. Но как же это может толкнуться в России, учитывая многонациональность, учитывая Кавказ, учитывая Татарстан и другие щепетильные районы? Мы в России очень хорошо осознаем, что это формула, которая вроде бы уже стала банальностью, а на самом деле имеет глубинный и истинный смысл. Нет России без Европы и нет Европы без России. И мы, кстати, очень уважаем многие европейские традиции, в том числе уважаем культуру западноевропейскую, и в частности те же самые англосаксы, а именно Великобритания, имеют в своем марсинале очень хорошую пословицу. Мы сегодня приводили уже несколько примеров русских пословиц. Я думаю, соберем словарь и пословицу нашего интервента. Моя свобода заканчивается у кончика носа моего визави. И вот это нужно учитывать. Это вопрос и щелкнуть по носу мы никого щелкать не собираемся. Но мы не рады будем и абсолютно спокойно будем относиться либо к положительным результатам любого референдума по отделению той или иной части страны от европейской, потому что право народного сопределения никто не отменял. Но здесь нужно помнить одно. Исторически Россия, которая за всю свою многовековую историю собрала и земли и народы исходила из того принципа, который очень четко сформулировала Екатерина Великая. Она сказала сколько народов России приняла столько и сохранила со своим языком, со своей культурой. Более того, многим дала письменность, которой у нее не было. И это коренное отличие в свое время и Российской империи, а потом СССР, а теперь Российской Федерации. Потому что всегда многие народы, живущие в границах существующих, испытывали явный дискомфорт от того, что кто-то есть вроде старшего брата, а какая-то нация либо какой-то народ в роли младшего брата. Но здесь абсолютно четко нужно понимать, что те процессы глобализации, которые объективно идут, и мы видим, как через в том числе новую информационную политику, информационную революцию, действительно идет такое глобальное проникновение всего и вся, и в то же время вдруг мы видим четкую тенденцию на рост самосознания национального, когда многие хотят быть в своей границе, многие хотят отделиться, это естественно, это как раз реакция на ту глобализацию, о которой говорили, что скоро мы все будем гражданами мира, планеты, Земля, ничего подобного. Человек хочет быть частью того дома, где могила его предков, где он ощущает свою прямую связь и культурную, и духовную с определенной территорией, с определенными традициями, это абсолютно нормально. Поэтому Россия спокойно относится к различным, но можно называть вещи своими сепаратистским течениям. Для России это не страшно, потому что невозможно, потому что те самые народы, составляющие многонациональный народ России, они веками живут вместе и понимают, что именно вместе наши конкурентные преимущества в огромной территории, в огромном разнообразии, потому что великая русская культура, она же не только была привнесена на территории для многих народов, но и культура народов, она была переплавлена в то, что сейчас называем великой русской культурой. Мир меняется, и то, что было зафиксировано в Хельсинке по созданию общеевропейской безопасности, сегодня требует уже новых подходов и требует пересмотра. И, конечно же, давным-давно передел вопрос о заключении нового соглашения о сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Евросоюзом, потому что предыдущее соглашение для справки, напомню, завершило свое действие в 2007 году, на сегодняшний день по воле Европы все переговоры заморожены, все разговоры об извизовом режиме, все разговоры даже в рамках той рабочей группы, которая готовила новое соглашение, прекращены, а на самом деле нужно думать о будущем, нужно смотреть вперед, санкции и политики приходят и уходят, народы остаются, и желание всех народов Европы жить в мире в согласии и безопасности, это главенствующая мотивация, которая все равно приведет, и не потому, что я безудержный оптимизм, это просто исторические реалии, исторические закономерности, придет к тому, что мы будем договариваться и вернуться в отношение нормальное между Евросоюзом и Россией, потому что прежде всего это а, выгодно, б, это соответствует запросу народов и общества всех стран Европы. Еврозес и таможенный союз два очень амбициозных, два очень мощных геополитических проекта, которые Москва и раскручивает, и продвигает на территории постсоветского пространства, может быть, за исключением трех прибалтийских государств. Скажите нам, пожалуйста, что это? Это попытка создать некий мощный противовес Евросоюзу или это отчаянная, но дерзкая попытка господина Путина по максимуму собрать осколки, канувшие в лету некогда мощной империи под названием Советский Союз? Совершенно очевидно, что это не что иное, как четкая и закономерная реакция на мировые реалии. Мы, в данном случае, я говорю не о России, я говорю, например, о всех участниках Евразеса, я говорю о всех участниках Таможенного Союза, которому мы видим уже есть очень большое желание и присоединение, четко понимаем, только вместе, располагая значительные территории, значительными природными ресурсами, значительными ресурсами и людскими мы можем быть тем самым одним из центров полицентричного мира на всей планете и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики, и с точки зрения решения даже вопросов на такой глобальной политике, которые обычно решаются в Совете Безопасности и ООН, и когда выступает та или иная страна, даже очень большая и с хорошей экономикой, с хорошими традициями, ей труднее, чем когда выступает некая международная организация, как, например, Евразес, или здесь очень уместно привезти ШОС, Шахтайскую организацию сотрудничества, и в этой связи это объективные процессы и стремление нашего лидера как раз активизировать работу по этому направлению и по евразийской интеграции, и по таможенному союзу, это опять же объективный ответ на объективные запросы современного политического развития евро-азиатского региона. Поэтому здесь нету того, в чем нас пытаются обвинить, что якобы Россия собирается опять воссоздать СССР, опять собирается давлеть над младшими братьями, нет ни младших, ни братьев, все абсолютно равны и самое главное равны в своей заинтересованности, в своем прагматизме, потому что это объединение, эти механизмы экономические в виде таможенного союза и евразеса дают ощутимые конкурентные преимущества в каждой стране, участвующей в этом союзе. И все же я вас попытаюсь провоцировать. Где гарантии того, что запуск проектов Евразес и таможенный союз уже прошел свою точку невозврата и уже стал системой? И вот эта система, работающая и запущенная, не будет зависеть от прихотей, амбиций и интересов лидеров и правящих в Москве в Минске в Астане режимов? Прежде всего, если говорить о механизмах принятия решений, обязательный полный консенсус. Никогда не принимается решение голосования большинства против меньшинства. Это первый страховочный механизм. Во-вторых, я знающий многие-многие годы еще по Петербургу Владимира Владимировича Путина, знаю его реальное умонастроение, знаю его реальные подходы и реальные намерения. И все, кто считает, что Путин некий диктатор, который хочет подавить, это все сказки. Потому что Владимир Владимирович Путин исходит как раз из абсолютного прагматизма и из понимания, что не может быть безопасности одной страны за счет ущемления безопасности любых других стран, будь то наши ближайшие соседи на постсоветском пространстве, будь то Европа в целом и Евросоюз. А Б он понимает, что вместе интегрируя наши экономики мы становимся мощнее и с нами вынуждены будут считаться с точки зрения уже глобальной конкуренции. И здесь как раз вот эти механизмы, которые разработаны в рамках Евразеса и таможенного союза, каждой стороне участницы дает вот это ощущение я не повысил слово ощущение силы экономической самостоятельности независимости, политической силы, потому что мы можем в том числе согласовывая любые решения и любые подходы для будущих голосований в той же организации нации, мы используем вот эту площадку. Сергей Михайлович, уж простите за жесткость, но вы знаете, вот у нас в регионе, я имею в виду Республика Молдова и Гагузскую автономию и Приднестровский регион, практически не чувствуется, что Москва заинтересована придать двум своим мощным проектам Евразеса и Таможенный союз очень вкусный и аппетитный товарный вид. Что я имею в виду? Каждый день, подчеркиваю, каждый день с экранов телевизоров на сознание граждан нашего региона льется не то, что поток, мощнейший водопад рекламной кампании о прелестях дружбы Молдовы с Евросоюзом и в экономической сфере, и в финансовой сфере, и в торговой сфере. И Вашингтон и Брюссель для этого используют неимоверные деньги как частных фондов, так и государственных. И вы знаете, народно это ведет, особенно молодежь. А вот о прелестях, о плюсах и о позитивах Евразеса и Таможенного союза у нас практически, и это парадоксально, не знают практически ничего. Почему так? Разве страна, которая имеет амбиции и здоровые амбиции вернуть себе статус не просто мощной региональной державы империи, то эта страна, насколько я понимаю, должна вести себя как империя, в том числе и в продвижении, раскрутке своих мощных и геополитических, и экономических, и финансовых проектов и интересов. Но здесь я не соглашусь с точки зрения формулировки империи. Россия не собирается быть империей. Россия дает себе отчет, что на дворе 21 век и время империи давным-давно позади. А вот быть влиятельным игроком, возможно быть региональным, а где-то и двухполярным мире лидером, это безусловно данность, которая есть, и не использовать ее было бы просто странно. Это первое. Второе. То, что идет такая реклама и в такой красивой упаковке подается конфетка, очень вкусная упаковка. Здесь, конечно, нужно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это первое. А второе, что как у нас иногда в детстве было разочарование, когда разворачиваешь красивый фантик, а там, я не говорю, что там какой-то там камушек или какая-то просто фальшивка. А даже конфета не столь вкусна, как ярко, ее обложка. Все нужно попробовать на зубе и понять, что же конкретно есть. Это первое. А вот с точки зрения того, что не видно вот такой аргументации, не видно в хорошем смысле слова такой информационной направленности, либо разъяснение позиции России, позиции Евразов, это уже беда наша. Это, говоря откровенно, наша недоработка, наша большая проблема. В последние годы, когда появился Russia Today, когда появилась Россия Сегодня, мы меняем эту информационную политику. Когда у нас появился русский мир, когда мы начинаем продвигать русский язык, когда мы занимаемся культурными проектами, это нужно было делать еще позавчера. И, кстати, я замечу вскользь, если бы мы это делали временно, в том числе с самыми ближними соседями на Украине, у нас бы не было этого потерянного поколения, у нас бы не было того, что сегодня там творится, потому что святое место пустое не бывает. Мы этим и занимались, считая, что, может быть, у нас какие-то другие проблемы, что это требует денег, а у нас денег нет. Оказалось, это путь ошибочный. Сегодня мы исправляем эту ситуацию. И, кстати, должен сказать, что даже мы с чего начали контакты между политическими партиями Молдовы, в данном случае социалистической партии Молдовы и нашей партии, это как раз тот самый один из кирпичиков, который кладется в фундамент вот такого сотрудничества, информирования и позиционирования России не как некого жупела какой-то страшной империи, которая хочет всех там маленьких съесть и покусать, наоборот, как равноправного и очень ответственного партнера. Сергей Михайлович, вы меня поймете, я не могу с вами не обсудить тему Украины. Украина ваш сосед, Украина наш сосед. Я думаю, что только сумасшедший хочет, чтобы события в этом государстве пошли по печально знаменитому ягославскому сценарию. Но есть одно но. После событий на Майдане, после бесславного векства президента Януковича, после массового убийства в Одессе, после присоединения Крыма, после, по сути, гражданской войны на юго-востоке этой страны, Украина прежней уже не будет. Никогда. А вот какой, по-вашему, должна стать эта страна? Федерацией, конфедерацией? Или есть некий третий сценарий, который вы нам сейчас расскажете? Прежде всего, я хочу сказать, решать только гражданам Украины. Только они будут решать, какой быть их стране. Я согласен с вашей оценкой, что того унитарного государства, которым была Украина до осени прошлого года, уже не будет никогда. Что бы ни происходило, механизмы запущены, и они безвозвратны. Это первое. Здесь вы упомянули Майдан. Я еще раз пользуюсь возможностью, хочу высказать свою позицию. Совершенно очевидно, что осенью прошлого года на Майдан вышли патриоты настоящей Украины, вышли граждане с активной гражданской позицией, которые не хотели криминального режима Януковича. Их выступление было а. оправданным, б. абсолютно нормальным с точки зрения любого демократического государства. А вот то, кто воспользовался их протестом и кто пришел им на смену, это уже большая беда Украины. И то, что шило на мыло, убрав одного олигарха, пришли другие олигархи, это им решать, это их проблема. Но возвращаясь к той ситуации, в которой находится Украина сейчас, действительно, возврата в прошлое нет. Я должен сказать, что наша партия и помогала, и помогает и гуманитарно, и иным способом Новороссии, потому что там наши братья, и убивать наших братьев мы смотреть на эти убийства спокойно не можем. Здесь я сейчас немножко отвлекусь. Столько сейчас много вранья и лжи в рамках реальной информационной войны, в том числе, в которой подключился и Запад, и Евросоюз. Я приведу только два примера. И вот для телезрителей Молдовы, я думаю, это будет интересно, и просто вы сами задумывайте. Будем признательны. Вот есть очень большая трагедия и проблема все-таки расследования ситуации с Боингом. Так, это трофа, которая произошла с Боингом. Я делаю только одно допущение. Представьте себе, уважаемые телезрители, дорогие друзья, на секунду, что где-то в недрах этой комиссии, либо в черных ящиках, появился хоть малейший намек на то, что каким-то боком здесь причастна Россия. Оршиной были бы заголовки, уже бы весь мир там просто негодовал бы. Тишина. Нам только говорят, что полный доклад более через год, потому что на самом деле все там уже понятно. И вот второй пример. Говорят постоянно о том, что российские войска находятся на территории Украины. Вот сейчас уже пойдет, по-моему, третий или четвертый объем пленуми. Кто-нибудь видел из тех пленных со стороны Новороссии, которые возвращают по внешнему виду, по разговору, по всему, где те самые кадровые военные из России, которые, ну, 100% если идет военные действия, они не могут не попадать в плен. Их нет. Потому что добровольцы есть. Это как раз говорит о том, что там на самом деле очень много лжи, идет информационная война, но, как всегда бывает, эта пена спадает и наступает протрезвление. Потому что правда, она все равно себе дорогу пробьет. И сегодня, говоря о будущем Украины, я убежден, что мы должны два братских славянских народа, которых очень хотят поссорить те самые сценаристы из Вашингтонского обкома, мы должны думать о будущем. Сегодня, когда мне известно настроение очень многих украинцев, они сегодня ненавидят Россию, ненавидят русских, это пройдет. Потому что наши отцы, деды и прадеды жили вместе, воевали вместе, кровь приливали вместе. И все равно мы будем рано или поздно садиться и за стол переговоров и общаться. Сергей Михайлович, а вот вам не кажется, что в преддверии выбора Верховной Рады Украины и у российской политики, и у российской дипломатии сложилась такая очень странная патовая ситуация. Очень узкое поле для маневра и для возможности влиять на эту избирательную кампанию. Если говорить популярно и по-русски, вам уже в Москве из двух зол придется выбрать наименьшее. Или помочь получить большинство в Верховной Раде нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, или помочь получить то же самое экс-премьеру Тимошенко. Ну, есть, правда, и третий вариант, он явно не ваш, это поддержать это страшный сон, наверное, российской политики, украинских правых и националистов Яроша, Лешко или господина Тягнебока. Здесь нам выбирать не придется, потому что выбирать будут избиратели Украины. То, что будущее Верховная Рада будет очень радикальной и не будет соответствовать реальным настроениям всех граждан Украины, всей территории Украины, для нас совершенно очевидно. В этой связи, коль скоро у нас сразу же будет некий разлом и некое внутреннее глубокое противоречие, когда избранные депутаты, в том числе имеющие большинство, кто бы не сформировал это большинство, нам, честно говоря, сегодня по большому счету все равно, потому что смотри был первый, решать должны сами украинцы. Но это внутреннее противоречие рано или поздно придет к тому, к очередному политическому кризису. И для меня совершенно очевидно, что будущее Верховная Рада полный срок не отработает, в том числе, кстати, как мой прогноз, что господин Порошенко не проработает полный президентский срок, потому что отрезвление наступит, придется отвечать, отвечать очень серьезно, и там пойдут глубинные другие процессы, потому что сегодня, когда есть такой ура-патриотизм, когда есть реальные боевые действия, где естественно хочется победить, а это невозможно по определению, потому что те, кто сегодня представляет Новороссию, правда, на их стороне, и никто никогда не мог победить силы любого оружия даже американского воли народа, мы помним многолетнюю вьетнамскую войну, примера приводить можно много, поэтому сегодня России не приходится выбирать, Россия вынуждена наблюдать, сопереживать, где-то может быть в глубине души, ужасаясь тому, что там происходит, но это как болезнь, все равно кризис наступит, температура спадет, и начнется выздоровление, я в этом абсолютно уверен, и нужно, я уже второй раз эту мысль как бы произношу, нужно сегодня готовиться к будущему диалогу, диалог неизбежен, и сегодня нужно этот диалог докладывать, и как бы не кипела в душе даже ненависть, с той и с другой стороны, это тоже сегодня объективный фактор, нужно на холодную голову думать о будущем, никто никогда исторически не поссорит два народа, украинский и русский. Ответьте мне, пожалуйста, по-мужски, с вашей точки зрения, уже бывший президент Украины Виктор Янукович, политический труп? Абсолютно да. Тогда помогите нам, пожалуйста, разобраться еще с одной загадкой наших регионов, так называемый проект Новороссия. Теоретически объединение Луганской, Донецкой и Одесской областей в некое государство. Этот проект как-то очень резко стартовал, особенно после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, и неожиданно для многих очень резко остановился или был приостановлен. Вот в наших краях многие политики в приватных беседах поговаривают, что проект Новороссия был именно тем Рубиконом, который господин Путин так и не осмелился перейти. Неправильная оценка и неправильные выводы. Давайте сделаем одно только допущение. Представьте себе, что был бы план у России, у руководства России по созданию некой структуры Новороссии. Значит, а тогда был бы старт и не было бы остановки. Это то, что называется инициатива масс. Это сами люди так решили. И позиция России, которая зачастую смотрится иногда как раз как несколько осторожная или такая половинченная, это просто главное желание, чтобы не лилась кровь, чтобы не убивали людей. И сегодня то, что планируют лидеры Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, это их личное желание, мотивация. И мы видели, кстати, когда перед 11 мая Владимир Путин обратился с призывом не проводить референдум, а не провели так, как считают нужно, потому что они находят состояние борьбы, даже войны. И там уже другая логика, и там другие идут вводные, и, скажем, другие ощущения и понимания этих целей и задач, которые стоят перед конкретными лидерами, в том числе перед конкретными группами населения, в данном случае я говорю о Новороссии. Поэтому никакого такого проекта нет, и то, что мы наблюдаем, это как раз в реальном времени, мы видим, как кристаллизуется и как идет самая организация возможно нового какого-то государственного образования, либо какой-то структуры будущей А федерации, Б конфедерации, возможно какая-то самостоятельная по примеру Абхазии и Южной Осетии, самое главное ключевое это воля народа и они абсолютно самостоятельны. Именно тем, что самостоятельны и нет большого опыта, не политического, нет реального обвиняющего лидера, идет поиск вот этого лидера, и никак не могут определиться, это болезни роста, но здесь как раз вот эти примеры показывают, что нет никакого плана, тем более не может быть плана со стороны России. Вы сказали Абхазия и Южная Осетия, вы знаете, когда нет доступа к достоверной информации, или тем более к достоверной информации эксклюзивного уровня, всегда рождаются или кривотолки, или некий конспирологический бред. Объясните нам, пожалуйста, а вот после присоединения Крыма, это был очень жесткий вабанк президента Путина, что же мешало Москве пойти по этому же пути в отношении Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Ну, я думаю, мы серьезные люди, я даем себе отчет, что из-за этого вряд ли бы Вашингтон и НАТО развязали бы, пусть и большую региональную войну с Российской Федерацией. Вы правильно отвечаете на свой вопрос. Безусловно, причина не в том, что Россия чего-то испугалась, Россия никогда и никого не боялась и бояться не будет. А то, что произошло в Крыму, здесь еще раз нужно четко это понять. Это была инициатива крымчан. Это они поднялись, это они совершили то самое историческое решение 16 марта и восстановили историческую справедливость. И это отдельная история, которая имеет действительно многовековую историю по поводу того, что Крым был, есть и будет всегда российским. И следовать тому, что произошло и переносить этот алгоритм на другие субъекты уже международного по сути права, конечно, было абсолютно неправильно. У каждого своя история, у каждого своя судьба. И здесь Россия не могла брать так кальку и следовать дальше такой логике, потому что помните, смотрите, вон первый, у России нет никаких имперских амбиций, Россия хочет, чтобы соседи России по границам были дружны, чтобы там не было никогда тех, кто пытается с оружием и ракетами составлять угрозу Российской Федерации, но никогда Россия не будет кого-то ломать через колено, преследовать те или иные свои планы с точки зрения даже защиты национальных интересов. Мы еще раз уважаем волю народа, уважаем право народа на самоопределение. Вы, кстати, не согласны с мнением, что российской дипломатии и в нашем регионе Молдова, Гагузия, Приднестровья и в целом минимум на постсоветском пространстве не хватает жесткости американцев, цинизма британцев и хитрости китайцев. Непроизвольно складывается впечатление, что российский МИД и дипломатия в целом до сих пор не избавились от очень печального синдрома, который называют синдромом Шеверна-Дзекозырева. Я знаю, о чем вы говорите. Здесь я отвечу так. Если мы говорим о хитрости, коварности и лицемерии и агрессивности, здесь мы вспоминаем характерные черты русского характера. Это, прежде всего, миролюбие, это широта души, это желание всегда жить в согласии и всегда любые споры, любые проблемы решать мирным столом за добрым столом, за чаркой доброго напитка, но ни в коем случае не сооружен в руках. Россия никогда ни на кого никогда не нападала. Россия никогда не выступала в роли агрессора, но Россия за всю свою историю ни пяди земли своей никому не отдала. Вот эти уроки истории нужно помнить и Россия, в том числе на постсоветском пространстве, как раз исходит из этих наших глубинных национальных черт характера, и мы не пытаемся ускорять ход истории, не пытаемся идти на силовое решение там, где оно, в принципе, не может быть. Мы считаем, что любая ситуация вызрит, и всегда народы и политики, представляющие эти народы, всегда договорятся. Согласитесь, наш Сергей Викторович Лавров, мой очень хороший товарищ, который я очень много знаю, лет и уважаю, он абсолютно иной, чем господин Шеварназа, и уж тем более господин Кузов. Позвольте продолжить преднестровскую тематику. Отношения между Москвой и Террасполем, отношения между Российской Федерацией и Приднестровской Молдавской Республики. Вот уже более 20 лет и до юра, и де факто статус-кво в этой сложной региональной геополитической игре никак не меняется. Происходит неисчислимое количество скучных переговоров то в Террасполе, то в Кишиневе, то в Вене, то в Дублине. Обсуждаются какие-то мелкие, с моей точки зрения, темы. Вам не кажется, что отношения внутренней и внешней российской политики в отношении Приднестровского региона все больше и больше начинает опоминать старый, добрый, преснопамятный советский анекдот о старом чемодане? Нести тяжело и выбросить жалко. Я опять вспомню пословицу даже две. Одну английскую, а вторую русскую. Английская звучит так. Не будите спящую собаку. А по-русски говорится не буди лихо пока тихо. В этой связи мы опять же да, это уже 20 лет длится некое статус-кво. Любые попытки его нарушить некими силовыми или назовем волевыми решениями может принести самому страшному и самому ужасному кровопролитию. Вот этого допустить ни в коем случае нельзя. И в этом плане как раз политика России заключается в том, что все вопросы нужно решать только за столом переговоров. Если наши партнеры не готовы к каким-то осознанным и может быть непростым решениям, значит время не наступило. А педалировать это опасно, потому что это может привести к вооруженному конфликту со всеми вытекающими негативными последствиями для всех. Вы знаете, тогда давайте поговорим о китайском варианте. Вот я вас послушал и вспомнил историю взаимоотношений континентального Китая с маленьким островом Тайвань. Вот вам не кажется, что Приднестровье это некий Тайвань для российской политики и дипломатии? Да, проблема есть. Да, в Москве мы не знаем. Да, мы ведем по ней многочисленные переговоры с нашими партнерами по формату 5 плюс 2. Но где-то в глубине души все мы понимаем, что эту проблему решить не наше поколение, а дети наших детей. Разве не так? В этом плане похоже. Потому что действительно прагматичная политика Китая заключается в одной простой вещи. Они никуда не торопятся. Это правда. менталитет китайцев, их опора на Конфуция и на их историю. Я отвлекусь, я думаю, что будет просто любопытно вашим телезрителям услышать один рассказ бывшего посла России в Китае Сергея Сергеевич Разову, с которым я хорошо знаком. Это любопытно. Он сейчас как раз работает послом в Ватикане. И была очень интересная ситуация. Мы ездили по Китаю и говорили как раз о их мировоззрении, о их философии, о их патриархальном укладе. Я себе представляю этот идеолог. И он привел замечательный пример. Представьте, Сергей Михайлович, маленькая деревушка в центральном континентальном Китае. Деревушка, которая на самом деле на этом месте была несколько тысяч лет. Прямо она здесь. И вот, например, играет маленький Ганьдунь где-нибудь на площадке на детской сидит бабушка старенькая наблюдает. И вдруг этот Ганьдунь что-то такое сделал, похулиганил. Баб говорит, о, дядюшка Ду на твоем месте бы сделал бы то-то. Все замечательно, только дядюшка Ду жил, а, в этой деревне, в этой семье три тысячи лет тому назад. и для них это не персонаж из архивов либо какого-то музея там. Это реальная цепочка поколений. И здесь обратите внимание, три тысячи лет туда, а на самом деле больше, и три тысячи лет вперед. И они никуда не торопятся. не новоподумное, как говорили древние китайцы. И в этой связи ваш пример похож, что здесь нельзя вот такими силовыми методами переломить в политическом плане ситуацию, принудить стороны к каким-то решениям, либо, например, отказ от решениям, созреет ситуация. В свое время действительно может быть наши дети, а может внуки будут решать эту проблему. Если к тому времени она еще будет проблемной. Я хочу вам открыть один маленький профессиональный секрет, личный секрет. Я давно коллекционирую перлы из прессы интернета в отношении характеристики и психопортрета одного почтенного джентльмена, вашего соотечественника. Я не буду сейчас утомлять ваше внимание и занимать ваше время скучными банальностями типа душитель российского либерализма, тиран российской демократии, терминатор российских олигархов. Я выбрал самое оригинальное и процитирую с вашего позволения. Нео Сталин, реинкарнированный Сталин, Сталин в костюме от Брионе и вершиной изящной словесности альфа самец в российской политике. Это все сказано в отношении одного единственного человека Владимира Владимировича, президента Российской Федерации. В связи с этим вопрос, что добавите, с чем согласитесь, а что будете оспаривать? Ни с чем из этого не соглашусь, добавлю только одно. Настоящий патриот своей страны, настоящий гражданин своей страны и здесь очень важно. Мы с ним заканчивали один факультет, юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Закон и право главенствуют. Вот это Владимир Владимирович Путин. Один известный американский сенатор, который посетил Кишинев весной текущего года в приватной беседе высказал одну очень чудную мысль. Приблизительно его слова звучали так. Пройдут годы, все заботят о президентах Буша и Бараке Обамы. Тем более подавно забудут о массе безликих европейских чиновников. А Владимир Путин по-прежнему будет править Россией. К ужасу Америки, сказал американский сенатор, он не имеет все шансы стать российским Фиделем Кастро. Наверное, американский сенатор имел в виду сроки пребывания на высшей государственной должности. Подобные страхи американских политиков оправданы? Пускай боятся те, кто хочет сам себя напугать или сам хочет бояться, граждан России бояться нечего. Сегодня у нас есть настоящий национальный лидер, который, кстати, как в свое время князь Владимир, который начал собирать российские земли, а Владимир Путин, он вновь вернулся к этому процессу, потому что началось собирание земель русских. И уже только поэтому Владимир Путин действительно навсегда войдет в историю государства российского и мировую историю. Но с точки зрения вот этих страшилок и боязни, у нас демократическая страна, если народ разочаруется в лидере, то тогда будет смена. Пока лидер отвечает запросу граждан нашей страны, он будет оставаться лидером. Напоследок нашей беседы хочу поговорить с вами и услышать вашу точку зрения относительно нескольких известных молдавских политиков. В моей профессии в журналистике очень ценится эксклюзивная информация, а эксклюзивная информация с первого источника ценится вдвойне. Заранее извиняюсь за весьма щепетильный вопрос, как вы думаете, у нынешнего лидера молдавских коммунистов и третьего президента республики Молдова Владимира Воронина есть хоть один мизерный шанс вновь стать фаворитом или любимцем Москвы в начавшихся в Молдове парламентских выборах? Я отвечу вам очередной пословицей либо афоризмом дважды в одну и ту же реку не входят. Да, за откровение большое спасибо. 28 сентября вы приглашены в Кишинев по приглашению Игоря Додона лидера партии социалистов республики Молдова. Насколько я понимаю, Сергей Миронов не просто гость из Москвы. Сергей Михайлович Миронов экс-спикер Совета Федерации действующий депутат Государственной Думы и лидер одной из самых больших и самых известных российских политических партий Справедливая Россия. К тому же как говорят и все мы это знаем вы из команды так называемых питерских как и господин Путин как и господин Медведев как и очень многие достойные ваши государственные чиновники и федеральные политики. Предполагаю я осознаю что в связи с вашим приездом в гости господину Додонов Кишинев наши либералы наши демократы наши поклонники Великой Румынии поднимут неимоверный вой обвиняя вас в том что длинная рука Москвы в лице Сергея Миронова в очередной разу очень жестко очень грубо очень настойчиво влезает и в молдавскую политику и в начавшиеся парламентские выборы. Вы знаете дедушка Фред как-то сказал что фобия ужасная вещь и фобия великая вещь вот как бы вы таких политиков успокоили? Как в жизни обычно бывает для того чтобы успокоить надо еще больше напугать поэтому это экстремально я специально эксклюзивно для телеврителей и граждан Молдовы хочу сказать я сразу хочу сказать что это будет все-таки шутливая информация хотя она правдивая мой визит 28 сентября ничем никогда не может грозить замечательной стране Молдове граждан ее страны потому что я приезжаю к своему другу и товарищу которого знаю которого уважаю накануне парламентских выборов это да но я приезжаю на съезд на съезд дружественной нам партии социалистической партии Молдовы и более ничего в моем лице никакой длинной и уж не более опасной руки Москвы нет руки открыты руки открыты для дружбы с тем к вам и еду скажите а почему выбор Сергея Миронова пал на Игоря Дадона разница в возрасте свыше 20 лет почему выбор справедливой России пал на партию социалистов республики Молдова если мне не изменяет память молдавский ЦИК уже афишировал список кажется свыше 40 партий которые будут участвовать в предстоящих 30 ноября текущего года на парламентских выборах ответ очевиден во первых я уже говорил что социалистическая партия Молдова членится Центерна и мы там на этой площадке сотрудничали во вторых была инициатива самого Игоря Николаевича он первый попросился и приехал он первый вне предложения заключить соглашение между нашими партиями что с большим удовольствием было сделано но и потом все что делает его партия и он сам в том числе в память о наших общих победах в память о Великой Отечественной войне о наших дедах и прадедах и отцах это то что мне импонирует импонирует моим товарищам поэтому здесь нет никакой большой загадки почему для сотрудничества мы бы избрали именно социалистическую партию Молдовы мы видим в них наших товарищей наших единомышленников по самому широкому спектру вопросов и то что они хотят защищать интересы простых молдаван что они хотят защищать их социальную безопасность это программное положение нашей партии и мне только остается пожелать нашим товарищам и партнерам успехов на грядущих парламентских выборах я уже понял и открыл для себя и цените и коллекционируете не только редкие минералы и камни это наверное отголоски вашего вашей прошлой жизни так говорит Китай да но вы показали себя блестящим знатоком и пословец и афоризмов и очень интересных ярких выражений а вот попытайтесь пожалуйста абстрагироваться от политических речей вот если была у вас возможность была бы возможность обратиться к молдавскому народу в которой еще очень велика армия людей которые искренне симпатизируют и вашему государству Российской Федерации и ее многодоценному народу что бы вы сказали людям так чтобы это было очень просто душевно и запомнилось уж не обессудьте дорогие друзья все-таки начну с пословицы старый друг лучше новый дух это первое а второе я много раз бывал в Кишиневе не только в Кишиневе я был в вашей красивой стране она прекрасна как прекрасен мир как прекрасную любовь как прекрасна дружба и очень хочется чтобы наши народы никогда не смотрели друг на друга сквозь прицел того или иного оружия а смотрели прямо друг в глаза зная что у нас намного больше общего чем кому-то кажется или кто-то сам себе хочет доказать я хочу пожелать народу Молдовы мира, процветания спокойствия и радости и уверенности в завтрашнем дне он обязательно наступит и он обязательно должен быть светлее чем все что было в прошлом Сергей Михайлович я благодарю вас за очень интересное интервью для нас я уверен вы сегодня открыли совершенно с новой стороны как знатока и ценителя интересных выражений афоризмов и пословиц дай вам Бог удачи и в личной жизни и в политической и в профессиональной и надеюсь что 28 сентября вы таки окажетесь в Кишиневе и что это сотрудничество между справедливой Россией и партия социалистов Молдовы между Сергеем Мироновым и Игорем Додоном окажется плодотворным и окажется перспективным для много российских отношений и для нормальной человеческой дружбы между нашими народами дружбы спасибо спасибо Продолжение следует...